Доброго времени суток! Рады вас всех приветствовать на своем канале. Ну что, прошла встреча Путина с Эрдоганом. О чем-то же они договорились. Давайте посмотрим, о чем, может быть, увидим, они договорились. И как это повлияет вообще на ситуацию в мире, ситуацию в России, ну и ситуацию в Турции. Итак, встреча Путина и Эрдогана. Вот такой настрой боевой двух мужчин зрелого возраста, таких продуманных, очень даже продуманных, у которых, в общем-то, просчитаны очень многие шаги на несколько ходов вперед. В своих решениях они жесткие и в первую очередь придерживаются своих интересов. Ну это, ну, в данном случае, скорее всего, это имеется в виду интересов государства своих. Но то, что жесткие мужики, продуманные, это да. Так, что же было там, как бы, в кулуарах? То, что, может быть, нам с вами неизвестно, для нас не озвучено. Ну, можно сказать, что переговоры прошли успешно. Каждый оценил, что было сделано, что не было сделано. Много работы проведено и будет проводиться. То есть это еще, скорее всего, не последние переговоры, во всяком случае. Не обязательно, что это будет в плане, в рамках встреч, но то, что будут какие-то разговоры, контакты еще по телефону, допустим, это, скорее всего, так и будет. Вот, к сожалению, не все было достигнуто, не все было, может быть, да, какие-то результаты, которые цели изначально ставились, они, может быть, не все были достигнуты или не в том объеме были решены. Но работа была проведена очень много и еще ее очень много предстоит. И, да, скорее всего, зерновая сделка будет проведена вне Украины, только между вот этими двумя императорами, так скажем. Тут третьих никого не будет. То есть, скорее всего, Россия будет поставлять зерно для переработки в Турцию, чтобы можно было дальше через Турцию ее провозить. Ну, то есть, вот эти вот важные и для России, и, в принципе, для Турции моменты, они обсуждены и, в общем-то, договоренности есть. То есть, будет, но еще и что-то новое. Либо это по-новому, это сделка будет проходить, зерновая имею в виду, в новом варианте, либо еще помимо этого что-то будет новое. Заявлений там, конечно, много. Вот. Ну, посмотрим, к чему это приведет. Потому что тут человек-то, противоположная сторона, пытается часто усидеть на трех стульях. Не только на двух, но на трех, а то и больше. Давайте посмотрим, какие будут последствия для ситуации в мире, благодаря этой встрече. Будут новые какие-то простраиваться планы. И благодаря этой встрече очень, ну, кому-то удастся избежать серьезных проблем, вырулить в хорошее такое русло. Благодаря вот этой карте, солнцу. Даже если тут что-то такое, какие-то моменты негативные, они все равно будут как бы нивелированы. Опять мячи. И колода рассыпалась. Вот собрала колоду. Ну, у меня тут выскочила, видимо, вышла та карта, которую не очень-то стоило бы озвучивать, но она вышла. Это карта того, что, да, договоренности будут, да, сама зерновая сделка, скорее всего, будет. Но для мирового еще общества еще все-таки закрадется либо обман, либо это будет, знаете, как хождение по лезвию ножа, потому что это будет на грани, связанное, конечно же, с деньгами. Ну, кто-то, может быть, постарается ее перекрыть. О чем это у нас? Это может приводить к тому, что будет такое напряженное положение в мире, будет чего-то испугается, так скажем, верхушки других государств. А вот, скорее всего, это будет связано с их целями, то есть будет угроза их целям. И они этот момент будут очень серьезно продумывать. как вполне возможно этому помешать. Ой, чует мое сердце, что-то будет у Турции в НАТО. Либо ему выдвинут условия, чтобы он все-таки дал согласие на вступление в НАТО в Швейции, а то могут санкции ввести. То есть, скорее всего, что-то будет замышлять такую вот, какую-то очередную подставу. Ну, давайте посмотрим, что для России принесет эта встреча в конечном итоге. будет, скорее всего, против Эрдегана какой-то шантаж. Знаете как, для России это в итоге откроет вот эту вот закрытость, изоляцию эту, когда невозможно осуществлять какие-то свои действия, это будет открыто. То есть, для своих планов открываются возможности, еще и новых дополнительных планов. Это будет происходить спокойно, не спеша. Можно даже сказать, что Россия на это пошла из-за безвыходного положения, ну, из-за изоляции, понимаете, да? Но благодаря этому она откроет эту изоляцию, ее не будет. Еще и, скорее всего, Россия приобретет дополнительные ресурсы для влияния. Вот посмотрим, о чем вот эта карта, эта Верховная Жрица. Да, смотрите, как классно. Это откроет для России новые возможности. Причем очень много. Что, конечно же, будет очень радовать. И, ну, вот Россия будет сама для себя на первом месяце, то есть, ее интересы, но при этом и порадуются те государства, которые от этого тоже получат выгоду. То есть, для России вообще отлично. Так, для Турции, какие будут последствия этой встречи? Ну, будет напряженность у них вот на ошениях серьезная. Причем очень скоро себе проявят. Но, в общем-то, Эрдоган этого не боится. Смотрите, все выходит кубки. Это кубки, это договоренности, отношения какие-то и старые, и новые. Причем эта встреча еще и приведет к какому-то, как объединению нескольких государств вместе. Вполне возможно, благодаря этому Турция войдет еще и в Африку каким-то образом. То есть, за счет того, что будет переработанное зерно поставляться и в Африку еще в какие-то страны, то, соответственно, Турция туда сможет пройти и, соответственно, заработать. Что будет, конечно, для Турции очень хорошо. Прямо будут купаться и в деньгах, и в возможностях, и в новых каких-то связях. И вот, да, договора, новые какие-то, совершенно новые договоренности, которых ранее не было возможности заключить. Так что я могу сказать, что эта встреча обеим государством даст новые возможности и укрепят еще и сами государства, и на международном поприще. Еще и будут и Турция, и Россия помогать, и, соответственно, друг другу помогать. Для этого будут и ресурсы, и силы, и желания, и новые планы. Вот такой расклад, получается, встречи Путина с Эрдоганом. Мне тут иногда хейтеры пишут, что, типа, палит информация. Да, палит информация, а что еще сказать? То, что они там что-то свое личное обсуждали, ну, кого это волнует. Правильно? А то, что на мировую, ну, вот, пожалуйста. Даже если вы об этом уже знаете, то я за вас рада. Так что, эта сделка с Турцией, договоренность для России и самой Турции, принесет очень много положительных результатов. Ну, и, соответственно, для других государств, с которыми они будут еще дополнительно сотрудничать. Ну, а всем нам желаю скорейшего наступления мира. Берегите себя, берегите своих близких. И до новых встреч.